Не так давно глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл обнаружил не где-нибудь в пыльных подвалах богом забытого монастыря, а прямо у себя в резиденции пропавшую более ста лет назад икону, перед которой, по преданию, в смутное время молились князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, и с помощью которой из Москвы в начале 17 века изгнали поляков. Достаточно символично и главное в нужное время. Что это, если не чудо? Кто смотрел последний выпуск цикла «Снова в 90-х», тот должен помнить, как в конце 91-го года тогдашний митрополит Смоленский Калининградский Кирилл представил Синоду РПЦ собственноручно изготовленное чудо божье. Кровоточащую икону из находившегося в непосредственном ведении Гундяева Смоленского Свято-Успенского собора. Потому можно сделать вывод, что нынешнего православного патриарха буквально окружают полноценные чудеса и чудесные знамения. То икону найдет, то икона заплачет, то организует беспошлиный ввоз в страну табака и алкоголя. Хотя это чудо несколько иного порядка, но тем не менее. А вот прошлогодняя новость о еще одном чуде в жизни Владимира Михайловича в свое время прошла мимо меня. Так что приходится наверстывать. Речь о том, как во время блокады Ленинграда отца Гундяева практически вернулись с того света. Пересказывать эту легенду было бы неблагодарным делом. Так что я предоставлю слово самому Владимиру Михайловичу. Не хотел бы о жизни своей семьи говорить, но что-то подобное с моим отцом произошло во время ленинградской блокады. Он дошел до такого состояния истощения, продолжая оставаться в строю. Он был инженером, он руководил строительством укреплений вокруг Ленинграда. Но голод был страшный. И на улице он упал, потерял сознание. Его привезли в больницу. Врач проходил мимо, посмотрел на него и говорит, отправьте в морг. Ну правда, так и делали с теми, кого на улице подбирали. И отец лежал в этом морге, покрытый полотном каким-то. Случайно проходила сестричка. Открыла полотно и вдруг увидела, что у отца сократился или расширился зрачок. И она поняла, что он жив. И тогда отца стали усиленно кормить, чтобы он вышел из тяжелого состояния. И он встал на ноги. Остался жив. А в 47-м году, после уже окончания войны, стал священником. Вывод, какой сделал из этой истории Гундяев, заключается в том, что после такого не верить в библейский рассказ о воскрешении Христом сына наинской вдовы просто невозможно. Потому что, случись такое в наше время, ученые скажут, что смерти не было, а человек просто находился, по словам Гундяева, в глубоком обмороке. А вот в Библии все наоборот. Там, дескать, смерть была реальная. И Иисус поднял на ноги самого, что ни на есть, настоящего мертвеца. Это, конечно, весьма неуклюжая попытка доказать один миф при помощи другого. Но, с другой стороны, что еще может сделать патриарх, если перед ним стоит практически невыполнимая задача привести в актуальное состояние мифа и легенды двухтысячелетней давности, которые не вызывали особого доверия даже у современников Христа. В то же время, непосредственные успехи Гундяева на ниве пропаганды духовности далеки от идеальных и даже хороших. В этом году в храмах на Рождество зафиксировали все тот же неизменный 1% верующих. 1,4 миллиона человек. В преснопамятном 2020-м таковых было на целый миллион больше. Так что слепленные на коленке чудеса явно не работают. Ни на повышение религиозности как таковой, ни на массовость, которую можно предъявить власть придержащим, когда главный служитель культа страны в очередной раз пойдет выбивать льготы для своей духовной конторы. С такими стабильными, но максимально далекими от ожидаемых на верхах власти показателями, главе религиозной организации в ближайшем будущем вполне возможно придется как следует поломать голову над тем, как убедить светских спонсоров в том, что ты способен влиять на умы большинства населения страны непуганных чудес. При этом такой возможности не имея даже при самых смелых прогнозах. В сентябре 2023 года американский суд приговорил актера Дэнни Мастерсона к 30 годам тюремного заключения с правом на условно-досрочное освобождение через 25,5 лет за изнасилование трех женщин. Понятно, что для Мастерсона приговор стал большой проблемой. Но не меньшей проблемой его тюремный срок оказался и для церкви саентологии, поскольку Мастерсон является ее адептом. Дополнительная головная боль у руководства церкви саентологии появилась несколько лет назад с выходом трех сезонов документального сериала «Леа Ремини. Саентология и последствия», в котором американская актриса Леа Ремини рассказывает о своем опыте пребывания в церкви саентологии и о том, что произошло в ее жизни после того, как она покинула религиозную организацию и издала книгу, содержащую критику в адрес саентологов. Особое внимание Ремини уделило тому, как продолжать дело Хаббарда взяли в оборот, пожалуй, самого известного саентолога Тома Круза. В конце декабря в суд Лос-Анджелеса несколькими адвокатскими офисами был подан гражданский иск против церкви саентологии, в котором она была охарактеризована как криминальная структура. В иске утверждается, что деятельность саентологической церкви носит преступный характер. Это мошенничество, отмывание денег, кража личных данных и даже торговля людьми. А для защиты религиозной организации и ее высшего руководства в ход идут угрозы и запугивания бывших членов церкви, которые выступают в СМИ с разоблачениями саентологической деятельности. Один из излюбленных приемов саентологов – использование собранного частными детективами компромата для давления на человека с целью прекращения критики в адрес церкви. Под удар саентологов попадают не только журналисты, но и работники правоохранительных органов и прокурора. Внешне позиционируя себя как респектабельную организацию, преступная организация саентологии проводит политику террора жертв и свидетелей своих преступлений, независимо от того, являются ли эти жертвы или свидетели саентологами, с целью сохранения преступлений саентологии втайне, говорится в иске. Что же касается персоны Мастерсона, то авторы иска на примере преступлений актера показывают, как в обмен на поддержку церкви со стороны знаменитостей саентологи часто покрывают их преступления. Не без интереса приходится наблюдать за тем, как церковь саентологии называют чуть ли не мафией, в то время как другие религиозные организации, едва ли чем-то особо отличающиеся от духовного детища Хаббарда, считаются эталонами нравственности и морали. О них мы сегодня еще поговорим, а пока давайте закончим с последователями писателя-фантаста. Первые попытки церкви саентологии проникнуть на российский духовный рынок относится к 1990 году. И делали это адепты Рона Хаббарда очень аккуратно, но по своей привычной схеме, через знаменитости и под прикрытием благотворительной деятельности. Первым делом саентологи организовали визит российских знаменитостей в Англию для демонстрации работы центра Нарканон, занимавшегося и занимающегося до сих пор реабилитацией наркозависимых по программе, разработанной в свое время самим основателем дианетики. В числе первых счастливчиков, которым удалось выехать за границу за счет саентологов, оказались космонавт Павел Попович, врач-нарколог Владимир Иванов, заместитель главного редактора известий Игоря Андреев и актер Владимир Тодоров. Уже тогда методика избавления от наркотической зависимости Хаббарда подвергалась жесткой критике со стороны квалифицированных врачей, но об этом советской делегации вряд ли рассказывали. Чуть позже саентологам удалось заманить в Лос-Анджелес популярного исполнителя романцев Александра Малинина. Артисту также продемонстрировали передовые разработки саентологов на ниве борьбы с наркозависимостью, и тот пообещал основать в России аналогичный центр. Итогом всех этих визитов стало активное продвижение нарканона на российских просторах. Был основан работавший, разумеется, по программе Хаббарда фонд спасения детей-подростков от наркотиков, во главе которого стал Владимир Иванов. О дианетике тогда можно было услышать на каждом углу, причем о ней говорили хорошо узнаваемые и уважаемые в бывшем союзе люди. Руслан Хасбулатов, Александр Рудской, Сергей Степашин и другие, будто сговорившись, в один голос нахваливали хаббардовские идеи развития личности. В 1992 году на прилавках магазинов появились первые переведенные на русский язык экземпляры дианетики. Ранее был издан весьма посредственный роман Хаббарда «Страх», а 31 марта 1993 года в Кремлевском дворце съездов прошла официальная презентация книги. Параллельно с этим в газетах, по радио и на телевидении была запущена мощная рекламная компания. Так что о том, что саентологи пришли в Россию, не знал, наверное, только тот, кто вообще не интересовался жизнью страны в ту непростую эпоху. Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский так сильно впечатлился идеями Хаббарда, что посмертно наградил его докторской степенью за значительные достижения в литературе и философии и за выдающуюся гуманитарную деятельность. В честь основателя саентологии был назван читальный зал университета. Там висел портрет Хаббарда и на отдельных стеллажах были выставлены его главные труды. Можно, конечно, наивно полагать, что все эти внезапные восторженные отзывы о только что изданной в России книге Хаббарда являлись следствием того, как сильно те, кто комментировал дианетику или деятельность американского фантаста в целом, впечатлились миссией церкви саентологии. Однако более прагматичный подход ко всему этому неизменно приводит к убеждению, что все это было хорошо продуманной, спланированной и воплощенной в жизнь рекламной компанией саентологов, не жалевших на это благое дело хороших денег, оседавших в карманах тех, кто публично восхвалял Хаббарда на страницах СМИ и по телевидению. К началу девяностых книга Хаббарда «Дионетика» продавалась на Западе уже более сорока лет. Хотя злые языки поговаривали, что огромным тиражам, которые едва не затмили рекордные тиражи Библии, церковь саентологии обязана своей хитрости. Адептов заставляли выкупать по несколько экземпляров «Дионетики», возвращать их в магазины и скупать снова. Одновременно с этим саентологи предлагали российскому бизнесу специальные курсы по управлению предприятиями, которые, само собой, также основывались на идеях Хаббарда, подчеркнутых им из курсов менеджмента, но дававших заметный уклон в сторону авторитарного руководства. И купившиеся на красноречивой презентации хаббардистов, руководители предприятий выкладывали баснословные деньги за то, чтобы им рассказывали вполне очевидные вещи, поданные, однако, под соусом эксклюзивного учения. Один из московских заводов сумел избавиться от саентологического ига только со смертью директора, застреленного в своем рабочем кабинете при невыясненных обстоятельствах. Тогда и вскрылось, что за несколько лет завод отлучил хаббардистам в общей сложности около миллиарда рублей. Саентологи умело плели свою сеть на территории России, никуда не торопились и налаживали контакты с властью. К середине 90-х начали появляться Хаббард-колледжи, являвшиеся в сущности центрами вербовки новых адептов, над которыми брали шефства местные предприятия или даже чиновники. В этом плане особо выделялась Пермь, где в компании хаббардистов различного уровня была замечена практически всеобластная элита, от мэра до директора самого убыточного предприятия. Свой Хаббард-колледж существовал даже при Уральском оптико-механическом заводе, одном из крупнейших предприятий оборонного комплекса, руководитель которого беспрепятственно ездил на стажировку в США. В одном из Хаббард-колледжей проходил стажировку и будущий председатель правительства, а тогда президент Нижегородского банка-гарантия Сергей Кириенко. А вот по словам Евгения Волкова, доцента кафедры общей социологии и социальной работы Нижегородского университета имени Лобачевского, Борис Немцов, губернатор Нижегородской области, оказался более осторожным в общении с саентологами. Когда Немцов получил приглашение на открытие очередного Хаббард-колледжа, прежде чем дать ответ, решил посоветоваться с учеными. Те положили ему на стол исчерпывающую информацию о деятельности хаббардистов. После этого, как говорит Волков, в своем ежедневнике рядом с пометкой о презентации Немцов написал матерное слово и, естественно, от приглашения отказался. Уже тогда саентологи умели неплохо справляться с критикой в свой адрес. Однако, как и сейчас, пускали в ход не доводы, способные повлиять на общественное мнение, а старую добрую тактику запугивания и физического насилия. В 1992 году подверглись нападениям несколько западных журналистов, писавших о саентологии совсем не то, что хотелось бы иерархам этой, как теперь выясняется, криминализированной организации. А напечатанный тогда же в Германии тираж, посвященного саентологии сборника «Миссия любыми средствами», долгое время не мог попасть на прилавки магазинов из-за многочисленных судебных исков, которыми церковь Хаббарда заваливала издательство. Годом спустя с такими же проблемами столкнулись авторы книги «Сектоконцерн. Саентология в наступлении». Причем поводом для иска стало обращение некоего гражданина, чье имя в книге значилось в списках адептов церкви саентологии. Мужчина свое членство в церкви не отрицал, но посчитал, что оглашение этой информации является нарушением его прав. И пока саентология пыталась завоевать Россию, на Западе ей приходилось отбиваться от многочисленных уголовных дел, обвинений в финансовых махинациях и постановлений о ликвидации закрытий. Потому что там уже начали понимать всю опасность церкви, построенной вокруг фантазии Хаббарда, в то время как в России все еще прислушивались к мошенникам. Банкротство целых католических епархий в США уже практически стало нормой. Происходит это из-за необходимости расплачиваться по многомиллионным искам от жертв священников-педофилов. Правда, заблаговременно запущенная процедура банкротства ограничивает сроки подачи жалоб о возмещении ущерба и тем самым позволяет религиозной организации спрятать большую часть своих средств. Оттого на выплату компенсации идут поистине мизерные суммы. Не так давно балтиморская епархия, прекрасно зная подробности и масштабы сексуальных похождений своих сотрудников, как бывших, так и действующих, не дожидаясь, когда с ее счетов начнут уходить внушительные суммы, подала заявление о неплатежеспособности. Теперь спасаться от настоящего банкротства при помощи банкротства фейкового вынуждены францисканские монахи Калифорнии. В адрес фонда Святого Антония, занимающегося помощью бедным, поступило более ста исков от жертв сексуального насилия. Здесь нужно уточнить, что внезапное появление большого числа исков связано не с тем, что незнакомые друг с другом люди одновременно захотели нагреть религиозную организацию на крупные суммы, а с принятием закона, отменившего сроки давности для преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Таким образом, у тех, кто в прошлом испытал насилие со стороны священников, монахов или сотрудников церквей и не мог обратиться в суд, потому что все произошло очень давно, наконец-то появилась возможность добиться справедливости. И это вполне ожидаемо вызвало недовольный ропот в рядах религиозных организаций, перед которыми замаячила вполне реальная угроза лишиться всех своих нажитых непосильными молитвами богатств, которые, как известно, в Царстве Божьем не пригодятся, а вот здесь, на Земле, вполне. Если бы католическая церковь, как и упомянутая ранее церковь саентологии, была помоложе и понаглее, то вот эти все новости о растлителях в сутанах и тысячах исках от жертв священников-насильников также позволили бы говорить о религиозной организации как о мафиозной структуре, руководство которой всеми возможными способами покрывает педофилов и тем самым фактически покровительствует преступникам. Единственная разница заключается в том, что одни прикрываются древними мифами, критиковать которые не принято или даже нельзя в силу их почтенного возраста, а другие оперируют более свежими выдумками. В конце минувшего года только ленивый не обсуждал скандальную полуголую вечеринку российской богемы, которая вызвала много споров и очень круто изменила жизнь некоторых ее участников. Кто-то в одночасье лишился новогоднего чёса и прочих концертов, а кто-то и вовсе свободы. Но кто бы мог подумать, что сугубо светские разборки перейдут в такое русло, что о них придется говорить в дайджесте. А случилось именно это. Основной массе населения в целом плевать на то, как развлекаются знаменитости не первой свежести и качества, а уж тем более их менее известные коллеги. Обиженной до глубины души оказалась та часть общества, которая традиционно является самой шумной в силу своей малочисленности. И пока самые звездные герои вечеринки, не понравившиеся защитникам духовно-патриотических ценностей, снимали видео с неуклюжими извинениями, рассказывая про двери, в которые можно войти, но лучше этого не делать, владелец клуба, в котором случилось непотребщина, выбрал совершенно иную тактику заглаживания вины. Хотите верьте, хотите нет, но он решил откупиться от возмущенной общественности останками святого. Михаил Данилов по части извинений решил переплюнуть всех и в качестве искупления политических, нравственных и еще бог знает каких грехов подарил православному храму в Москве частицу мощей святого Николая Чудотворца. Мощи эти будто бы были выкуплены у Ватикана еще в ноябре прошлого года и просто ждали момента до Рождества, чтобы быть преподнесенными в дар любимому храму. К тому же Данилов заверил, что он против мракобесия и поддерживает церковь. Ну что ж, зато мы теперь знаем, что перед тем, как развлекаться на публике с носком, натянутым на половой орган, надо заранее обзавестись мощами. Да не просто мощами, а мощами самого Николая Чудотворца. И еще нужно знать, кому, когда и как их подарить. Неплохо было бы и кстати огласить весь список духовных расценок в мощевом эквиваленте. Но даже это не так смешно, как осознание того, что останки святых стали полноценной валютой в стране призрачной духовности, где все присмыкаются перед религией, но не знают, понятия не имеют и даже не догадываются почему. Сердечно вас приветствую, Олег Дмитриевич и Борис Константинович. Добрый день. И Николай Александрович, рад вас видеть в добром здравии. Вот с кем-то из вас мы уже имели возможность общаться. Я радуюсь новой встрече. Хотел бы сердечно вас поздравить с праздником, который мы сейчас все отмечаем. Спасибо, мы очень рады вас видеть и с Рождеством поздравляем. Спасибо. Праздник Рождества очень торжественно сейчас празднуется по всей нашей стране, и меня очень тронуло особенно празднование в городе Москве. Очень большое количество молодежи, детей, чувствуется такое духовное возрождение нашего народа. А когда укрепляется дух, то укрепляется все. Страна укрепляется, народ укрепляется, потому что наши победы всегда были связаны с силой духа. Вот дай Бог, чтобы всегда в нашем народе был сильный дух и сильная воля. И ваш пример является очень важным, потому что вы являетесь действительно, ну в каком-то смысле олицетворение сильных людей. Это очень важно для нашей молодежи. Поэтому для меня это и радость, и честь общаться с вами, ну вот и выразить вам слова благодарности и признательности за ваш подвиг. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. С Рождеством, с праздником. Спасибо. Взаимно вас поздравляю с праздником Рождества Христова. Благодарю вас. Ага! Дули вам всем! Пусть Господь хранит вас! Рождества Христова 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 Х